Говорит Радио Свобода у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Многие знают имя Алексея Васильевича Кузьмича, белорусского художника-романтика, творца возвышенных Мадонн. Его сыну Алексею Алексеевичу Кузьмичу известность принесли дерзкие художественные акции. В 2019 году перед открытием выставки в Минске он провел акцию «ЩИТ» или «Министерство фаллокультуры», принял таблетку «Виагры», разделся и нацепил на эрегированный член копию вывески Министерства культуры Беларуси, демонстрируя несогласие с эстетической и политической цензурой. 9 августа нынешнего года, в день выборов президента Беларуси, он разделся на избирательном участке и повесил на шею бюллетень с изображением фаллоса, завязав при этом глаза и имитируя распятие. Эту же акцию он повторил вечером того же дня перед цепью ОМОНа, атакующей участников протестов против фальсификации на выборах. На следующий день он был задержан дома, помещен в печально знаменитый изолятор в переулке Окрестино. Там его пытали и избивали, как и многих других задержанных участников акций протеста. Алексею удалось выйти на свободу и покинуть Беларусь, где ему угрожают уголовным преследованием. Я попросил художника рассказать о своих акциях и о последних событиях в Беларуси. Алексей, вы были хранителем наследия вашего отца, художника-реалиста, организовывали его выставки, организовали его музей, выпустили книгу о нем. А потом произошло то, что вы называете ментальным перерождением. И вы появились в образе акциониста, а до этого художника, который занимался видеоартом. Вот как это перерождение произошло и благодаря чему? В какой-то момент я задумался вообще о том, в какую сторону я двигаюсь, какой смысл этого всего. И меня интересует нахождение человека при теме. То есть вот этот тотальный вопрос очень актуален для меня как человека, как гражданина и как художника в том числе. Поэтому в течение времени я начал задумываться вообще о том, есть ли смысл в той модели общественной конструкции, которую нам навязывают по стороне государства, по стороне официальной пропаганды, идеологии, средств массовой информации. И я потихоньку начал искать ответы на эти вопросы. И начал заниматься искусством сам. И потом через противоборство системы и институции пришел уже к акционизму, как наиболее на данный момент для меня свободному виду искусства. И неподверженному различным рамкам и аннигиляции со стороны системы, со стороны органов, которые хотят завладеть в том числе и высказыванием художника. У вас был какой-то ориентир эстетический? Может быть, Петр Павленский? Да, безусловно, я изучал искусство этого художника, уважаю его. Но сказать, что я ориентируюсь на него, это неправильно. Скорее, я изучаю опыт различных практик акционизма, перформанса, искусства действия не только Петра Павленского, но и художников авангардной школы начала XX века, тех же венских акционистов, тех же московских концептуалистов. То есть не только примеры акционизма, а вообще примеры контркультуры для меня крайне интересны. Я им посвящаю большое время к их изучению. Вы, как и Рудольф Шварцкоглер, венский акционист знаменитый, и, как упомянутый Павленский, делаете произведением свое собственное тело. Ну, надо сказать нашим слушателям, что вы в прекрасной физической форме. И я знаю, что вы занимаетесь и спортом, и единоборствами. И это давнее увлечение еще с детства. Да, я посвятил более 10 лет занятиям различным видом единоборств. Это тайский бокс, бокс, ММА, бои смешанного стиля. Как-то так получилось, что с детства я приобщен к спорту. Например, мой отец имел разряд по билевому спорту, по тяжелой атлетике, несмотря на то, что он был художником в армии, он достаточно плотно занимался этими дисциплинами. И с детства меня тоже, не то чтобы сказать, приучили к спорту, я как-то сам любил физкультуру в школе и бегал постоянно в детстве. Занимался какой-то физической активностью, мне это нравится. Но все-таки я думаю, что содержать тело в нужной форме – это очень важно для человека, для человеческого существа. Не только тренировать дух, но и тело. Это, в принципе, сопоставимая субстанция. Необходимо держать баланс между ними. Все-таки спорт, он воспитал дух. И меня часто называют бесстрашным, смелым, чуть ли не героем. Но я категорически против этих понятий. Я испытываю страх точно так же, как и любой другой человек. Потому что полностью безумный человек. Только не может испытывать страх. Но другое дело, что с помощью, наверное, своих спортивных практик я умею этот страх контролировать. Я читал, что отец вас называл Аполлоном. Это так? Да, да. Это было... Он меня изображал на своих работах. То есть большинство младенцев, которые изображены с Мадонной, прообразом этой модели является именно я. И да, он частенько говорил, что я похож на Аполлона. И что мне не нужно заниматься звериным спортом, как он называл, боюсь в нашу стиле. Потому что я похож на интеллигент. И мне нужно развиваться именно интеллектуально, а не физически. Я думаю, что ваш отец, как многие люди его поколения, недоброжелательно относился к авангарду. И тем более к акционизму. Да, можно сказать, он негативно к этому относился, но не отрицал его, не отрицал влияние авангарда на мировую художественную культуру. Он уважительно, например, относился к Пикассо. Уважительно относился к некоторым даже современным художникам с мировым именем. Но он своим искусством, конечно, противопоставлял себя и свою искусство по отношению к ним. Потому как у него была такая, можно сказать, отличная сакральная религия по телевизору православию. Хоть он и крещённый человек верующий, но он всё-таки шёл своим путём. И женщину он рассматривал как сакральный божественный символ начала мира и нечто вселенское. То есть не только именно как функцию, но как божество, как что-то главенствующее. В своих дневниках он писал, что мужчины уже выработали свой потенциал, и сейчас начинается эра женщины. Он ещё в 90-х годах, в 80-х, об этом говорил и писал, что мир будет принадлежать женщине. Я читал, что и у вашего отца были проблемы с цензурой в советские времена. Видимо, из-за религиозных мотивов его живописи. Знаете, ещё до религиозных мотивов он изображал тему, которую сейчас никого не удивишь, тему обнажённой натуры, ню. И в 75-м году, после окончания академии, он им представил одну из больших двухметровых работ на эту тему, на одну из союзных выставок, за что разразился скандал, и мы хотели исключиться из-за художников, и он подвергся цензуре. Стал таким полуподспольным художником, потому как, если идеологически было необосновано появление оголённого женского тела на полотнах, то это считалось проявлением бескусицы и, более того, проявлением несогласия с властью, что на тот момент, конечно, каралось. И поэтому он ушёл в свой подвал, в котором прожил около 15 лет, но не изменил своим принципам и продолжал эту тему. В итоге получилась целая серия работ на эту тему под общим названием «В раю». Но, безусловно, он не попадал ни в какие кормушки, ни в какие заказы. Часто голодал, часто его просто содержали натурщицы, которых он писал. Было достаточно тяжело, в то время как другие художники катались, как сыр в масле. Достаточно было взять один заказ, чтобы год безбедно жить, путешествовать. Всего лишь нужно было нарисовать какого-нибудь дяди в пиджаке. Но мой отец всё-таки решил, что если он будет заниматься искусством, то от них не таким. А какие вообще политические взгляды были в вашей семье? Как относились к Лукашенко? Знаете, в какой-то период времени достаточно лояльно, но, может, буквально только в начале, когда он пришёл к власти, а потом уже отец... Ну, вот в 96-м году, например, Лукашенко причащал выставку моего отца, открывал её в Парсиональном художественном музее. И после этой выставки отец поменял своё отношение к нему, увидев... Он был человеком верующим, религиозным, и он увидел, как он выразился, что в его глазах сидит дьявол. После этого он стал уже негативно к нему относиться, встретившись с ним лично. И я не помню, чтобы он его поддерживал в дальнейшем. А у вас как эта эволюция происходила? Или вы сразу, с самого начала, недоброжелательно к нему относились? Знаете, вот на сцене акция, называется «Веру или фильтр с ними политических животных», я говорю на эту тему, я говорю о том, что провёл гиперидентификацию с электоратом, с человеком, который идёт на выборные участки, как на ритуал, и даже не голосует, а верит в политика, верит в главного доминанта, в Тае, Бабуина, то есть по архаичному типу. На самом деле мы имеем такую архаичную животную субстанцию, прикрытую социальными практиками в современном мире. И поэтому я не верю ни одному политику, я не делаю себе кумира, отношусь критически, как тем людям, которые заявляют какие-то лозунги, кричат, бьют себя в грудь, но де-факто не делают ничего, то, что повлияло бы на жизни людей, на их освобождение, на их субъектность. То есть в любом случае они работают на систему, на объективность людской массы и на подчинение. Ну, об этой акции мы чуть позже поговорим, а я хотел спросить о той акции, которая вам принесла известность, когда вы приняли Виагру в Центре современных искусств и повесили на член табличку Министерства культуры. Я посмотрел видео, и мне показалось, что реакция была довольно доброжелательная в тот момент. Но потом я знаю, что этот Центр современных искусств написал в милицию заявление с призывом возбудить против вас «Уголовное дело». Вот как все это было и что осталось за кадром? Это была интервенция. Меня пригласили сделать выставку в этом Центре современных искусств. Первая мысль была отказаться. Но после разговора с руководством этого центра я принял решение участия в этой выставке, так как прозвучало на мой вопрос о том, какая цензура в Центре современных искусств, прозвучало ответ, что главное, чтобы не было эридированных фалосов, так как Министерство культуры курирует эту выставку. Естественно, я сразу согласился сделать выставку, представил концепт 540, такого подправды перевернутого мира и провел исследование. В течение трех месяцев я общался с руководством, с персоналом этого центра, понимал, какие процессы внутренние там происходят, что там тотальная цензура, там даже дают подписывать договор, что тебе запрещено, как художнику, высказываться и критиковать власть, политику, религию. И после этого на открытии выставки я провел эту акцию щит или Министерство фалокультуры. Естественно, никто об этом не подозревал. И на самой акции не было милиции, не было каких-то криков и недоброжелательных людей, как вы правильно заметили, все улыбались, даже руководство Центра фалокультуры было более-менее лояльно настройство. Но буквально уже вечером Министерство культуры, которому подчиняется этот центр, вызвало на ковер руководство и приказало любыми способами аннигилировать высказывания художника. И было принято решение написать на меня заявление в милицию о возбуждении, просьбе возбуждить уголовное дело по статье хулиганства. На следующий день они уже это сделали и даже отправили письмо на мой адрес с тем, чтобы я извинился за свое действие, за свою акцию. Я публичил это. Я в ответ извиняюсь за то, что саму конструкцию не ставил пропеллер, чтобы эта табличка крутилась. После этого меня вызвали в милицию и проверяли на предмет уголовной статьи, но для этого необходимо было наличие эрегированного члена самого. И милиция тщательно проверяла все материалы, фото, видео, фиксацию, но так и не смогла в итоге найти этот эрегированный член, который надежно защищал щиток Министерства культуры. Поэтому и табличка Министерства культуры поэтому и акция называется «ЩИТ». То есть Министерство культуры оно бережет умы зрителей, бережет свою паству от разрыва шаблона, от смены оптики. Для того, чтобы нашим слушателям было понятно, как вы эту табличку так сделали, чтобы этот член не был виден. Это в виде коробки такой, да? Да, я сделал коробку с двойным дном, сделал дырку. То есть была, грубо говоря, как коробка конфет. И я сделал дырку, свои органы пометил туда, и со всех сторон там было все закрыто. И даже была фотография, где сбоку меня запечатлели, но там ничего не было видно и в милиции не до чего было докопаться. По вашему замыслу в этой акции есть эротический элемент? Безусловно, да, потому что здесь происходит такое противоречие. Министерство культуры вроде бы призвано заниматься культурой и искусством регулятором, как регулятором в нашей стране, но их почему-то так же, как и терковь, интересуют вопросы эротического характера, вопросы обнаженного тела, вопросы половой идентификации. То есть на этом противоречии построена эта акция, что Министерство культуры вместо того, чтобы заниматься культурой, занимается фалокультурой, поэтому и акция называется Министерство фалокультуры. Она всегда пытается влезть в области, которые им не под контролем, и вот в частности порнографического характера, то, что материалы присутствуют на выставках художников, они их цензурируют, и даже не только порнографического, сколько легкого эротического. То есть еще со времен античности, кажется, голым телом никого не удивишь, но белорусия реально другая, и часто попадает под цензуру, даже сану безобидные вещи, поэтому и я написал на ладонях, когда вышел голым с табличкой Минкульта на члене, я написал на ладонях совсем согласен, произвел таким образом гиперэдентификацию с художественным сообществом, которое проявляет тотальное согласие и конформизм по отношению к действующей власти, подстраиваясь под ее законы и не пытаясь противостоять этому и делать вам высказывания. Радио Свобода Культурный дневник Наш гость белорусский художник-акционист Алексей Кузьмич Петр Павленский, которого мы уже упоминали, он не любит, когда в его акциях ищут параллели с христианством, представляют его новым мучеником или новым святым, но у вас христианские мотивы совершенно очевидны. Вывод в последней акции, которую мы уже упоминали, предстали распятым. Кто вас распял? Лукашенковское государство или это надо трактовать как-то шире? Здесь не может быть однозначной трактовки, потому как давно уже искусство вышло из-под контроля одного только художника и параллельно зритель имеет такие же права на произведение художника, как и сам непосредственно художник. Поэтому те смыслы, концепции и трактовки, которые возникают уже после моего действия, я им совершенно не противопоставляю свой личный концепт и нормально к этому отношусь, то, что меня могут трактовать совершенно в отличающей теории от той, которую я закладывал первоначально в свою акцию. Безусловно, влияние христианского и культуры наложило на меня большой отпечаток, в том числе и на мое творчество. Как я уже сказал ранее, мой отец был верующим человеком и свою веру он в том числе отображал в искусстве. Поэтому скорее я использую христианство как инструмент. Религию я использую в том числе как инструмент для создания своего искусства и не отгораживать от него. Я прочитаю отрывок из текста, который вы написали к вашей акции, к экспликации. Простой человек не имеет свободы действия, он имеет право на рисование галочки, знака соответствия тому или иному религиозному формированию. Человек превращается в биологическую нефть, существуя для закона, вместо того, чтобы законом являлась людская жизнь, а право создания государственного строя принадлежало народу. Избрание президента в Беларуси по абсурдности сопоставимо с выборами в зоне строгого режима. Расскажите, пожалуйста, как все произошло на избирательном участке и потом вечером 9 августа, что осталось за кадром. Кстати, вот мы с вами говорим, прошел ровно месяц, но я думаю, что вы до сих пор вспоминаете этот день наверное с содроганием, потому что он был очень тяжелым в вашей жизни. Да, тот день, конечно, был наполнен событиями. Я провел акцию к однию выборов президента Республики Беларусь, переверочил ее к этому дню. И акция была на тему веры, как я уже раньше говорил, на тему веры политика, то есть в доминанта стаи главного Бубуина. Я заметил в этой акции религию, биологию и политику, проведя параллели между этими системами. Все-таки я считаю, что вера, она играет огромную роль в жизни человека в данный момент, современного человека. И не заключается только в рахаричных верованиях и в культах, например, в том же Христианстве. Вера, она распространяется и на повседневность, распространяется на любые проявления жизни в обществе, и в том числе на веру, веру в демократию, веру в политику. Поэтому я свою акцию дополнил текстом молитвы о демократии и манифестом, фрагмент которого вы упомянули. Акция состояла из двух частей. Первую акцию я провел на избирательном участке, придя туда просто обычным голосующим, но в последствии взяли лицель на рейт Саларсан Паус, раздевшись в образе Иисуса Христа, наиболее близкой модели верования для нашей модели общества. Затем я ушел быстро с участка до задержания, потому как в планах было провести вторую часть акции вечером на протестах. И дальше я вышел в полночь к ОМОНу, к шеренге ОМОНа со спецтехникой, где эта шеренга двинулась как раз на меня, когда я вышел и повторил эту акцию с Паусом на бюллетене, стоя лицом к ОМОНу. Меня начали бросать гранаты и стрелять. После этого мне пришлось уйти. Как позже я просмотрел видео, было достаточно жарко и некоторых людей ранили. У кого-то отрывало ноги, у кого-то убили, у кого-то просто контузили. Ну, то есть мне повезло, что удалось уйти невредимым, но все же меня под утро задержали. Я читал, что вам там пытались вышибить дверь, там целый отряд прислали именно из-за вот этой акции. Да, с самого утра ко мне пришли люди в масках домой и пытались выбить дверь. У них не было никакого ордера на обыск, санкции прокурора, потому как это у нас выдают только по уголовным статьям. Им просто нужно было меня допросить, как я понял, в последствии по административной статье. Но они действовали неправомерными методами, ломали дверь, сломали одну, потом топором пытались уже сломать мою непосредственно в квартиру дверь. Я обзвонил в средства массовой информации, вызвал адвоката. Вышли на диалог с этими людьми, они оказались сотрудниками правоохранительных органов и проследовали с адвокатом и с ними центральную РОВД для дачи показаний по правовой, чтобы им дать правовую оценку моего действия, моей акции. После этого с этим близком объяснение капитан милиции сходил к предстоящему руководству и было принято решение составить меня протокол и посадить меня до суда. В итоге суда никакого не было, а трое суток я подвергался пыткам, избиениям и в итоге мне второй раз повезло и врачи скорой помощи, которые возникли неоткуда, на окресенье, забрали меня еще троих ребят, хотя в камере находилось около ста человек. Но я стоял у входа в камеру и они забрали меня, написали мне необходимые медицинские показания и я уехал в больницу скорой помощи, откуда в итоге отказавшись от дальнейшей помощи ушел, потому как опасался дальнейшего преследования. Там стояли гусы, пихари, так называемые, это люди по гражданке, представители и ОМОНовцы. После этого я не возвращался уже домой, жил у друзей, через какой-то период времени пришла информация, что на меня готовится только фальсификация уголовного дела по статье на порнографии и мне пришлось покинуть Беларусь, сейчас я в Киеве. Как вы себя чувствуете сейчас в Киеве? Вам кажется, что вы политэмигрант или это просто каникулы? Знаете, это скорее каникулы. Киев для меня родной город. Я здесь был много раз, не чувствую себя здесь как в эмиграции, все-таки здесь нету языкового, социального барьера. Прекрасные люди, чувствуется намного больше свободы, чем в Беларуси, тем более в современной Беларуси, где на парах у студентов сидит ОМОН, где тебя могут задержать просто потому, что ты из магазина или выходишь с работы, где тебя могут избить и не принести за это никакого наказания, где тебя даже могут изнасиловать и при этом не будет заведено ни одного уголовного дела. Естественно, в Киеве я себя чувствую прекрасно и какое-то время я здесь побуду, а дальше я планирую уехать в какую-либо другую страну. Не собираетесь возвращаться в Беларусь? Я обязательно вернусь в Беларусь, как только ситуация хотя бы в плане меня нормализуется, я пойму, что мне не угрожает уголовное преследование, я пойму, что, приехав в Беларусь, меня на границе не задержат, не поместят в тюрьму. Как только будет хоть какая-то явность в этом отношении, я сразу возвращаюсь в Беларусь и продолжаю заниматься тем, чем я занимаюсь, потому что вне своей родной страны, вне этого контекста я себя не вижу как художника, потому как социально-политические контекции я использую для своего искусства, и та сложившаяся ситуация в Беларуси, она является золотой жилой для протестного художника, потому как я обязательно вернусь и буду дальше делать акции. Разумеется, вы следите за тем, что сейчас происходит в Минске и других городах Беларуси, видите, что на улице выходят сотни тысяч людей или десятки тысяч где-то, но режим по-прежнему тверд и прочен, или так кажется по крайней мере со стороны. Какое у вас ощущение, долго ли это продлиться, чем это может кончиться, и есть ли у вас какие-то советы протестующим? Знаете, я думаю, что действующий президент и система выстроенная вокруг него, их можно интерпретировать как разлагающееся тело, как труп, но этот труп, он может очень долго разлагаться, он может долго лнить, в нем могут происходить различные процессы. Здесь вопрос времени, но это время может затянуться на какой-то неопределенный срок, поэтому мирные процессы, они, конечно, хороши, являются фишкой современной Беларуси и, скажем так, современной модели революции, 2020-го года. Но, мне кажется, за этой мирностью, за этим смирением скрывается что-то то, что выгодно системе, за счет чего она сейчас живет и пытается слой откал еще больше показывать, потому как она плюет на этих мирных протестующих, если раньше силовики их не задерживали, то сейчас мы уже видим картинки, как скрутят обычных женщин, которые выходят на улицы с мирными протестами и не гнушаются даже задержанием детей, поэтому я думаю, что власть плевала на эти мирные протесты, и если не самоорганизовываться и не поступать для радикального в отношении с властью протестующим, то эта агония политического трупа может разлиться еще безмерное количество времени. Труп бабуина, да? Да, именно так, который распух, который воняет, но который все еще подает признаки жизни, дергается, и этими метастазами заражает окружающая автостранство. Гостем Радио Свобода был Алексей Кузьмич, белорусский художник-акционист, сейчас живущий в Киеве. Выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго. Говорит и показывает Радио Свобода от программы «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева. Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода. Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей. Считайте ли вы Россию свободной страной? Считаете ли вы В стране, где сажают за репосты не свободы слова, хотя она прописана в Конституции? Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора. В кавычках, если то да. Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране Нет такого прям, чтобы свобода слова или еще чего-то. То есть все это регулируется. Если человек в ней чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна. Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет, проявлять себя. Интернет, ты вот это куда ни пойди. Ну, что хоть и говори. Россию свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд. Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.